Добрый вечер, в эфире программа Эхо недели. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Елена Николаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в общем, у нас уже традиция. Каждый раз, когда вы приезжаете к нам в город, я вас стараюсь сюда приглашать. Спасибо, что пришли. Вы приехали сюда практически сразу после так называемого, не круглого стола, а горячей линии в комсомольской правде, куда звонили слушать, точнее, читатели комсомольской правды и ваши избиратели. Потом вы проводили еще и встречу с избирателями. О чем больше всего говорят? На что больше всего жаловались? Есть традиционные вопросы, которые сейчас стали, наверное, уже притчевоязыцев. Это вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, а точнее, вопросы начисления платежей по общедомовым нужным за оплату коммунальных услуг с учетом новых правил оказания коммунальных услуг. И здесь у нас есть достаточно серьезный прогресс. Если интересно, я могу об этом рассказать. Ну да, мы про УДН отдельно поговорим. Да, потому что вы помните, мы неоднократно поднимали эту тему, и в том числе на Эхо Москвы, и неоднократно ко мне обращались жители Оренбурга, Оренбургской области, со всех других краев нашей великой Родины. И здесь действительно была проведена очень серьезная экспертная работа, и есть результаты. Второе, наверное, по старте вопрос, это вопросы, связанные со здравоохранением, с той реорганизацией, которая сейчас идет в Оренбургской области, и оптимизации тех расходов, которые идут на здравоохранение. Причем многие вещи, как мне кажется, излишне драматизируются, но где-то есть очень серьезная опасность, которую нужно предотвратить. Давайте пару слов просто об этом, потому что, насколько я понимаю, это не ваша специализация, но вы, наверное, не могли почувствовать, что здравоохранение и то, что сейчас со здравоохранением происходит, это самая острая проблема, которая даже местами оттесняет ЖКХ, который традиционно воспринимается болезненно. Это во всех так регионах сейчас происходит? Или вот тут Оренбургская область неожиданно выстрелила с этой темы? Вы знаете, в каждой области в свой период времени есть свои приоритетные или, скажите по-другому, горячие точки и горячие темы. Где-то идут процессы, например, более активные в области образовательных учреждений, там вопросы образования. Где-то, например, в некоторых областях наиболее острые вопросы, связанные с закрытием, например, высших учебных и образовательных учреждений, в связи с якобы их неэффективностью. Мы, кстати, этот вопрос неоднократно ставили и на Думе, и в том числе на фракции «Единая Россия», куда мы приглашали министра образования. И, честно говоря, был очень нелицеприятный для министра разговор, потому что он не ответил на наши вопросы. И мы расстались так на достаточно сложных тонах, потому что мы понимаем, мы создали специальную рабочую группу, которая сейчас работает с министерством образования, для того, чтобы разобраться, почему те или иные вузы признаются неэффективными. Но вот с министром здравоохранения тоже сравнительно недавно встречались. Вот такая же ситуация у нас сейчас идет с здравоохранением в Оренбургской области и на федеральном уровне. Это процессы параллельные, потому что они идут в реализации соответствующего федерального закона о модернизации системы здравоохранения. И надо сказать, что с министром здравоохранения я встречаюсь регулярно. Вот завтра будет очередная встреча с министром здравоохранения Оренбургской области и с министром здравоохранения Российской Федерации, с госпожой Скворцовой. У меня встреча на следующей неделе. Поэтому мы договорились о том, что мы внимательно посмотрим ситуацию в Оренбургской области. И если это последствия такие трагичные, то, наверное, нужно искать пути выхода из этой ситуации, потому что не приводить в соответствие ситуацию с федеральным законом тоже нельзя. Вот смотрите, у нас ситуация выстрелила именно в январе этого года. Я никогда не видел столько даже новостей на эту тему. Я, честное слово, как редактор на радиостанции, спросил уже своего новостника, говорю, может быть, сегодня что-то будет без новостей здравоохранения. Но нет, там действительно самые важные новости были именно из этой сферы. Так все-таки это из-за того, что у нас какой-то процесс затянулся, вовремя не был сделан, и поэтому сейчас такая шоковая терапия? Либо это сейчас, в общем, объективная ситуация по всей стране? Можно я свою версию скажу? Да, конечно. Она не всем понравится, но я скажу то, как мне это кажется. На самом деле в Оренбургской области этот процесс начался чуть позже, чем во всей стране. Это правда. Но вот такой остроты я, например, в других регионах не чувствовала. Почему? Потому что там ведь не стоит вопрос о сокращении объема, оказываемой профессиональной помощи. Идет вопрос оптимизации тех ресурсов и тех учреждений, которые находятся в доступности. Причем, если не шаговой доступности, то есть в очень близкой доступности, где идет дублирование функционала. И мне казалось, что часть разумных вещей в этом есть, когда лучше сделать одно хорошее отделение, хорошо обеспеченное высокотехнологическим оборудованием, чем размазывать тонким слоем, по большому счету, содержать излишние койко-места в тех отделениях, которых, например, они не нужны. Только там, где не нужно. Но там, где нужно, нужно не просто сохранять, а наоборот улучшать качество и койко-мест. С этим, наверное, никто не спорит. Но получается, как получается. А теперь посмотрите, что получается. Ведь здесь, мне кажется, частично ситуация еще подстегивается теми представителями медицинского сообщества, которые подвергаются реорганизации. И они начинают транслировать пациентам, ну, такую, может быть, даже нервозность. На мой взгляд, где-то излишнюю нервозность. Я ни в коем случае не снижаю остроту вопроса. Его нужно очень серьезно анализировать. В первую очередь с профессионалами. Нужно садиться и разбираться, где, в каком отделении, в какой больнице лучше оказывается то или иное, лечится то или иное заболевание, оказывается медицинская помощь. Каким образом организовать амбулаторную помощь, где это нужно, а где это излишне или, наоборот, нецелесообразно. И это очень серьезный процесс, который сейчас идет в Оренбургской области. Наверняка вы слышали об областной больнице. Абсолютно точно. Он должен идти прозрачно, открыто и обязательно обсуждаться с общественностью. Вы где-нибудь слышали, чтобы 802 врача подписались? Нет, естественно, таких вот масштабных заявлений я не слышала. Именно поэтому я считаю, что здесь какие-то категорийные суждения сейчас преждевременные. Поэтому я завтра планирую в очередной раз с министром здравоохранения очень серьезно обсудить этот момент. И мы договорились, кстати, с Комсомольской правдой, что итоги нашего обсуждения мы обязательно опубликуем в Комсомольской правде. Я ни в коем случае не отпущу эту ситуацию на такое плавание, но я предложу свою помощь, в том числе во взаимодействии с федеральным уровнем. Потому что там ситуация действительно достаточно непростая. Нельзя противоречить принятому законодательству и тем нормативным актам, которые приняты Минздравом. Другой вопрос, знаете, как реализовать эти вещи. А вот здесь, конечно, нужно делать с умом. Хорошо. Я не хочу сейчас тему ОДН и ЖКХ заводить до рекламной паузы нашей. Скажите еще, кроме ЖКХ и медицины, какие еще вопросы, которые... Были еще вопросы, связанные с неприсуждением звания ветерана тыла. Были вопросы, связанные с жилищной политикой, с вопросами предоставления жилья многодетным семьям. И что меня особенно взволновал, очень серьезный вопрос, который я возьму сейчас на личный контроль, это некие мошеннические схемы, когда люди берут ипотечные кредиты, соответствующим образом не успевают в связи с кризисом 2008 года вовремя загасить кредиты, а у нас было поручение Владимира Ивановича Путина содействовать вот такого рода ситуациям и помогать людям выходить из этой ситуации, особенно в связи с потерей работы. Так вот, к сожалению, в Оренбургской области у меня уже больше 20 случаев, когда фактически очень быстро идут процессы реализации имущества без уведомления собственников по практически ничтожно малой цене. И вот я увижу... Я, честно говоря, даже не слышала. Да, я вам хочу сказать, что меня очень взволновала эта ситуация, и я обещаю, что я эту ситуацию буду внимательно... Я обратилась уже в правоохранительные органы для того, чтобы посмотреть, нет ли здесь состава преступления, в первую очередь, и обязательно с АИЖК, это агентством по ипотечному жилищному кредитованию федеральным, мы будем рассматривать эту ситуацию, потому что это дискредитация самой идеи ипотечного кредитования. Я прекрасно понимаю, что по долгам нужно платить, но люди готовы платить, они готовы реструктуризировать свои долги, и вот так вот за 3 копейки продавать их квартиры и выкидывать их на улицу, я считаю, что это просто нонсенс. Ну да, да, надо сказать, что это, в принципе, вы всегда говорили о том, что это практически невозможно сделать, да, а тут оказывается такой легкостью... Ну вот в Оренбурге я это увидела, 20 семей ко мне обратилось, и я... 20? 20 семей. Ну это говорит о том, что это уже система. Пять из них были сегодня у меня на приеме, поэтому я буду этим вопросом заниматься очень предметно. Мы сейчас прервемся на рекламу, сразу после рекламы мы продолжим. Я напомню, что у нас в гостях Елена Николаева, депутат Государственной Думы. Аква 56, 19 литров за 70 рублей. При заключении договора бутыль в подарок. В салоне кожи и меха Собирана грандиозный ценопад. Спешите только в феврале. Дубленки от 9 990 рублей. Сетка всех размеров и ячеек. От моторной до москитной. Магазин Сетка. Новые обои, новые цены, новые скидки. В магазине Европейский обои на 9 января 45. Внимание любителям драйва и экстрима. 17 февраля на спортивном автодроме Авторинг на загородном шоссе состоится очередной этап Кубка России по трековым ледовым гонкам. Начало в 11.30. Вход 100 рублей. Информационный спонсор Орен ТВ. Справки по телефону 310474. Читайте в еженедельнике «Комсомольская правда». Как выйти замуж за принца? Чем грозит России запрет на американское мясо? Кто учил Вячеслава Тихонова играть разведчика? «Комсомольская правда». Узнайте больше. Мы продолжаем. Мы обещали проговорить про ЖКХ во второй части. Естественно, про ОДН я не могу спросить. Наше законодательное собрание приняло какое-то обращение к Государственной Думе вести мораторий. Надо сказать, что редко бывает, когда наши парламентарии поперек старших товарищей вдруг какие-то документы пытаются принимать. Но вы тоже говорили о моратории в свой прошлый приезд. Идет к этому дело или нет? Во-первых, никакого противоречия с нашей позицией я не вижу. Я считаю, что коллеги, наверное, услышали наши сигналы, которые мы с вами обсуждали еще в ноябре месяце, если помните, и в декабре месяце, когда только начало реализовываться 354-е постановление с новыми правилами оказания коммунальных услуг. Честно говоря, я предвидела достаточно сложную ситуацию, но приняты эти правила были еще в 2011 году. И их вступление с 1 сентября 2012 года вызывало очень серьезные опасения. Если помните, я даже вам рассказывал о том, что мы предлагали переходный период в течение трех лет, для того, чтобы это введение правил было не столь болезненным для... А вы были инициатором введения? Я была инициатором переходного периода, чтобы на три года дать возможность субъектам не вводить эти правила, в том числе по расчету, например, услуг за отобрение. А я правильно понимаю, что в Москве, например, этих правил нет, там действуют какие-то другие? Я объясняю. Есть переходный период, который выбирает сам субъект Российской Федерации. Сейчас переходить или в течение трех лет. Вот в тех субъектах, где приняли решение переходить на эти правила, где они стали... А кому надо сказать спасибо? Губернатору, законодательному собранию? Кто принял решение? Ну, решение принимал регион. То есть это совместное решение. Я понимаю, но какое... Нет, если это решение было принято совместно, то есть там давался 15-дневный срок. Я напомню, это было в начале сентября месяца. И я проводила тогда Всероссийское селекторное совещание, на котором информировала представители и законодательной, и исполнительной власти, что у вас есть 15 дней для того, чтобы определиться по формату перехода на эти правила, либо оставаться на старых методиках начисления. Но на самом деле, я еще раз говорю, это касается только перехода по оплату по теплу. А все, что касается ОДНов, они, в принципе, по ним перешли везде. Но вопрос, как считать. Так вот, основная проблема заключалась в том, что предложенная формула правительством Российской Федерации была настолько сложна и настолько, на мой взгляд, в некоторых моментах избыточна, что вызывает очень серьезные нарекания. Ну, давайте приведу примеры. Если мы считаем общедомовые нужды, а они ведь присутствуют, и раньше мы их оплачивали. Единственное, что они входили в состав оплаты тарифа за содержание общего имущества. И, собственно говоря, как объясняли разработчики, тот тариф должен был уменьшиться, а эти просто выделены отдельной строкой, и все. Но в жизни мы получили совершенно другую ситуацию, когда реальные услуги, ну, например, отопление межлечественных пространств, мытье полов, мытье лифтов, электричество, которое затрачивается на освещение, на полив цветов. Я все время слушаю про полив цветов. Боже мой, уже хочется посмотреть на этот полив. Так вот, казалось бы, эти не очень большие расходы, они вполне понятны, и должны были быть оцифрованы, выданы отдельной строкой. Но мы с удивлением обнаружили, что теперь у нас в эти общедомовые нужды размер платежа увеличили в некоторых случаях на 40%, на 60%. А есть отдельные платежки в 3,5 раза. Я видела эти платежные документы, честно говоря, передала их и в правительство Российской Федерации, и в администрацию президента. Выход? Сейчас рассказываю. Вот очень серьезный мониторинг, и принципиальная наша позиция, в том числе партии «День России», о том, что так дальше продолжаться быть не может. Мы провели очень неприятное совещание в правительстве Российской Федерации. Как вы понимаете, это неприятно всегда признавать ошибки. Но я опять привела пример. Объясните, пожалуйста, почему при расчете расхода по нормативу за отопление мы с вами считаем общую площадь многоквартирного дома, включая подвалы, включая чердаки, которые не отапливаются. Хорошо, да, просто не так много времени. Или, например, канализация воды. Какой будет выход? Выход такой. Принято решение правительством Российской Федерации о серьезном переработке этих правил. Даны очень короткие сроки. 15 февраля срок внесения уже согласованного нового проекта постановления и принятия его на федеральном уровне. Обратите внимание, это в течение четырех с половиной часов обсуждалось у вице-премьера на совещании в субботу Дмитрия Николаевича Козака. Это совещание мы инициировали. И в понедельник итоги этого совещания обсуждались уже у президента Российской Федерации, который поставил принципиальным образом вопросом вот вам очень короткий срок, наведите порядок и убрать этот беспредел. С какого момента это скорее всего? 15 февраля будет внесен соответствующий проект постановления. Там будет скорее всего введен предел, выше которого не будет начисляться общедомовые нужды или они будут идти за счет уже управляющих организаций. Хорошо, понятно. А то, что вот в итоге переплачивалось, будет ли какой-то перерасчет? Кто нам деньги вернет, грубо говоря? Объясню. Значит, мы подготовили соответствующие обращения Государственной Думы. И обратите внимание, первый проект обращения, вернее, протокольное поручение мы сделали еще в декабре прошлого года. И вот сейчас мы подготовили комитетом очень серьезный аналитический документ, где показали основные проблемы этих правил, в которых мы считаем необходимо соответствующий перерасчет произвести там, где были нарушены реализации, прямое нарушение реализации правил 354-х, то бишь, где не был уменьшен общий расчет, который был раньше при расчете ОДН. Вот в таких случаях я считаю, что управляющая организатор должна провести перерасчет и вернуть дважды взысканное средство с гражданами. Давайте на чуть более философские темы перейдем. Лена Леонидовна, когда вы работали в администрации президента сначала, потом в бизнесе, а теперь в Государственной Думе. Что было наоборот. Я сначала работала в бизнесе, потом в администрации президента. В бизнесе, в администрации президента, соответственно, и в Государственной Думе. Вот проработав некоторое время, особенно вот этот весь шум, который вокруг Государственной Думы в последнее время идет. Ну вот, если сравнивать, где вам больше всего и меньше всего нравилось? Не пожалели, грубо говоря? Мне комфортнее всего работать в собственных проектах, потому что там, где ты берешь на себя определенную ответственность, сам принимаешь решения, если у тебя что-то не получается, ты сам виноват, или если что-то получается, ты сам получаешь плоды своего труда. Но Госдума не относится к таким. Честно говоря, это я говорю о тех проектах, которые я делала, когда занималась предпринимательством. И те проекты, которые я инициировала как общественные проекты, и я считаю, что они у меня тоже достаточно успешные получились. Это и я в свое время была одним из инициаторов создания Российской общественной организации «Опора России». Я была у истоков создания общественной организации «Деловая Россия», собственно говоря, в которой сейчас продолжаю активно работать. И мы создали с коллегами Национальное агентство Малоэтажного коттеджного строительства. Вот эти общественные проекты, которые мы начали, и которые продвигаются сейчас, и на мой взгляд, очень успешно работают, дают хороший эффект и чувство удовлетворения от проделанной работы. Так же, как в бизнесе. Ты видишь результат, но там эффект – это полученная прибыль, это созданный продукт, это добавленная стоимость, которая у тебя получилась в результате твоей работы. И там ты видишь результат, он ощутимый. Очень трудно померить результат работы в Государственной Думе. И особенно, когда у тебя достаточно низкое КПД. Очень много времени приходится тратить на, на мой взгляд, на очень странные, порой популистские и бессодержательные с точки зрения выхода разговоры, когда мы в целом говорим о жизни. А мне кажется, нужно предметно, профессионально садиться. И вот разобрались с УДН, уперлись, пошли, вот вам результат. А так можно же, знаете, все время ходить, на кухнях разговаривать и ни о чем не договариваться. Елена Леонидовна, вот я сейчас выскажу свое оценочное суждение, а вы скажете, оно скорее правдиво или скорее неправильно, да? Мне кажется, что в последнее время хороший депутат Госдумы от «Единой России», я подчеркиваю, хороший депутат Госдумы от «Единой России», все чаще ему приходится заниматься не тем, чтобы доносить то, что вот здесь накипело туда наверх, а чаще объяснять людям то, что принято там наверху. Это правильная оценка или нет? Это неправильная оценка, потому что вот давайте, мы только что рассматривали ситуацию с УДНами, мы много рассматривали ситуации, связанные с другими проблемными вещами, и в здравоохранении, и в образовании, в жилищной политике, и в социальной поддержке, поэтому работа в регионах, для меня, например, вообще вот работа в Оренбургской области, это, наверное, самая главная задача, потому что я здесь пропитываюсь базовыми проблемными вещами, и пытаемся найти решение на региональном уровне, или то, что требует федерального решения, выносим на федеральный уровень. И те законопроекты, которые мы сейчас готовим, они абсолютно четко идут от потребности конкретных граждан. Но подчас, действительно, ряд законопроектов, которые принимаются в Государственном доме, требуют разъяснения, и поэтому это тоже является частью нашей работы, объяснять, почему было принято такое решение, почему мы проголосовали вот таким вот образом, в каком случае это ведет за... В каком случае это тактическое решение, а в каком случае это стратегическое решение. Я считаю, что это нормальная работа политика. Объясните тогда, мне просто интересно, особенно как человек, который работал в разных сферах, встречался с разными людьми, работал с разными людьми, я уверен, особенно учитывая, там, и бизнес, и администрацию президента, и так далее. Почему принять закон на этот запрете пропаганды гомосексуализма? Неужели это такая острая проблема, которая сейчас вот действительно стоит такого серьезного и пристального внимания? Ну, я вам хочу сказать, что этот законопроект, который обсуждался очень серьезно на различных площадках в общественных организациях, в общественной палате Российской Федерации, он, естественно, был инициирован с подачи общественности, которые ближе к различным религиозным конфессиям. И, ну, каждая точка зрения имеет право на существование. Я считаю, что действительно пропаганда гомосексуализма в детской среде – это опасная тенденция. И мы стали сталкиваться с ситуациями, когда в ряде регионов, ну, были вопиющие случаи, позвольте мне не рассказывать об этом с широкого эфира, потому что, ну, это ужасно, да. И вот, к сожалению, мы, депутаты, иногда вынуждены сталкиваться с такими вещами, на которые не реагировать невозможно. Это даже не эмоциональная реакция, это просто человеческая реакция. Поэтому защитить наших детей от такого рода растления мы обязаны. Другой вопрос, что нельзя из любого решения делать какой-то ажиотаж, не надо из этого делать какие-то политические игры и излишние манипуляции. Я считаю, что ничего такого чрезвычайного в этом законе... У нас буквально две минуты до конца, поэтому, если можно, прям вот в режиме блиться, да. Следующий такой закон – это так называемый закон антимагнитский, да, и так далее. Вот какие вы для себя выбрали основные тезисы, почему вы за него проголосовали? Я могу очень подробно... Понимаете ли вы, почему такой большой резонанс? И обидно ли было вам видеть свой портрет в том числе, да, с надписью «Позор» и... Ну, я считаю, что это действие вообще было некорректным, поэтому я оставлю это на совести организаторов этого марша. Я хочу сказать, что когда мы были инициатором закона, скажем так, Билла Магнитского, так называемого, ведь обратите внимание, это не закон Магнитского. Если вы внимательно читали оригинал американский, он вообще немножко о другом. И если внимательно посмотреть, под него попадают, например, все наши олигархи. У нас есть возможность приостановить деятельность практически любой коммерческой структуры на территории, которая производит расчеты за рубежами нашей Родины. Там вообще очень тонкие моменты прописаны. И в некотором смысле мы выбрали только одну часть, и почему-то стали о ней говорить. А давайте мы посмотрим в первопричину. Я считаю, что это достаточно серьезная спланированная игра, которая затеяна явно не нами. И я видела последствия этой игры, например, на площадке ПАСЭ, где очень активно начали применять двойные стандарты по отношению к России, когда нас пытались просто поставить дискриминационное положение по отношению с другими странами. Это причина. Теперь следствие. Естественно, это... Да, не так много времени. Мне просто хочется сформулировать вопрос. Вот вчера госпожа Голодец озвучила цифру, позавчера озвучила цифру, что только 34 ребенка инвалиды за 2012 год были установлены в России. Вот если будет внесен закон и проект, запрещающий иностранное усыновление вообще, к чему сейчас, да, как бы такие разговоры идут? Вы проголосуете за него или нет? Если будет внесен, да или нет? Нет, таких разговоров нет. Более того, я прекрасно знаю опыт, допустим, европейского усыновления, который у нас очень позитивный. Я лично работала с Францией и Италией, анализировала эту ситуацию. Здесь речь идет о том, что Америка не раскрывает информацию о детях. Я сейчас о другом говорю. Здесь я на эту тему, если хотите, отдельно можем провести передачу. Вы проголосуете против, если будет такой закон. Именно Америка сейчас не раскрывает информацию, мы не знаем, что происходит с 60 тысячами детей, которые там находятся. Хорошо, вы мне скажите, если будет такой закон, вы против проголосуете? Против проголосую, потому что я считаю, что это неправильно. Отлично. Спасибо большое. Это была Елена Николаева. До свидания. Продолжение следует...